Здравствуйте, меня зовут Александр, и к этому конкурсу мы подготовили блюдо, которое максимально подходит к выбранному нами рислингу. Здравствуйте, я Даниэль, я сомелье проекта Дегусташ. К этому блюду мы выбрали рислинг от винодельника Тео Мингоса в категории Ордсвайн ВДП 2018 года. Семья Мингос занимается виноделием на протяжении более восьми поколений. Они сторонники органического виноделия и очень бережно относятся к винограднику. Регион Фальц довольно жаркий, что дает нам яркую фруктовую ароматику, при этом сохраняя строгую кислотность. В данном случае рислинг отлично подчеркивает цитрусовые тона в блюде и освежает своей кислотностью. Ну что, давай начнем? Для нашего рислинга мы специально проработали блюдо из судака и постарались задействовать все его части. В бульоне мы задействовали кости судака, взяли филе судака, хвост и щеки. Для начала мы будем брать хвост судака, мы его заранее подготовили, мы его напаршировали обрезью из судака с добавлением лимонного тимьяна, сливочного масла и других специй. Вот, для этого мы сильно разогреваем сковородку, чтобы хорошо обжарить кожу судака и обжариваем его на колерованном масле. Обжаривая судака, нам нужен будет хороший колер и хрустящая корочка. Мы поливаем его раскаленным маслом, чтобы он равномерно готовился. После того момента, как мы его обжарили, мы его будем глазировать в глазури из крыжовника и огурца. Глазурь добавит данному блюду кислотность и полноту вкуса, что очень важно для сочетания с нашим рислингом. Сейчас мы прикладываем глазурь и отставляем. Пока хвост отдыхает, мы подготавливаем соус для наших счетчик, который мы приготовили с добавлением чеснока, лимонного тимьяна, эстрагона и крыжовника. И за основу взяли бульон, который был сделан на рыбных костях. Когда бульон будет почти готов, мы его отставим и в конце перед удачей закинем туда счетчик, который готовится примерно в нем 30 секунд. В конце, когда фенкель уже будет почти готов, мы к нему добавим тартар из фенкеля и с зеленой сливы. Скорубка разогрелась и подкидываем фенкель. Фенкель отвечает за ароматику в этом блюде, а слива добавляет ему дополнительную кислотность. Подкидываем тартар из фенкеля сливы, обжариваем еще 15 секунд и снимаем. Отставляем, продолжаем готовить филе судака. Для следующего ингредиента мы используем спинку судака, а всю обрезь судака мы используем, как я ранее говорил, в хвост судака. Спинку мы заранее замариновали и немного засувидели. После того, как филе судака приготовится, мы его немножко оботнем от жира и запанируем в смеси сушеной мяты, горчицы, пудры из порея и луми. Судака промокнули от лишнего масла и сейчас мы начнем панировать и в то же время мы ставим эмульсию, в которую будем готовить щеки. Перед этим мы их никак не обрабатываем, для того, чтобы они максимально пропитали соусом и остались сочными. Щеки мы отставили и сейчас мы начинаем глазировать хвост судака. В конце мы немного обжжем его горелкой. Наше блюдо уже почти готово, и через несколько секунд мы уже начнем его северовать. Сейчас мы режем филе судака. Снимаем шпагат с хвоста. Выкладываем на хвост судака соленый крыжовник, который дает кислотность этому блюду, и обычный крыжовник, который дает ему полноту вкуса. И сверху присыпиваем немножко сухим фенхелем. Филе судака. Выкладываем филе на тарелку. Выкладываем крем, который сделан из черемши и черного чеснока. И следом выкладываем щеки. Сначала выкладываем жареный фенхель. Следом выкладываем щеки, которые уже находятся в соусе. Поливаем соусом. И выкладываем тартар. У нас идет свежий фенхель, которым заправляем оливковым маслом. И немного соли. И также выкладываем свежий шпинат. Сверху посыпаем солеными ягодами бузины. В соус для спинки судака мы добавляем цедру лимона. Сверху на спинку судака мы добавляем соль из карелии, которую, кстати, нам подарил Сергей Иванов. Щеки сверху припудриваем аккуратно пудрой парея. Кислотность отлично справляется с жирностью щечек. И перейдем к хвосту. Отлично подчеркивается крыжовник. В сочетании с ристингом прям классно. Ну что, спасибо Саше и Тео Мингесу за это сочетание. Субтитры подогнал «Симон»!